МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационный выпуск программы Панорама. Здравствуйте в студии Кристины Дорофеева и основные новости к этому часу. Пришел познакомиться. В окрестностях Мирного жители сняли на видео медвежонка, вышедшего из леса в город. Первые танкеры с горючим. Ленская нефтебаза готова принимать поставки новой навигации. В два клика вступить в фаритетную программу «Алмазная осень» стало проще. В столице Алмазного края 23 мая очевидцы засняли, как небольшой зверь, похожий на медвежонка, бежит вдоль жилых домов по улице Звездной. Чуть позже в социальных сетях появилось еще одно видео. Медвежонок оказался на территории одного из предприятий города. Где мама животного и почему детеныш вышел к людям? Этот вопрос интересовал неравнодушных мирненцев. В социальных сетях все утро обсуждали судьбу маленького, но опасного животного. Звонок в службу охраны природы поступил утром 23 мая от сотрудников Мирненского управления автодорог. Они также засняли хозяина тайги на территории своего предприятия. Там были обнаружены следы трех медведей. Скорее всего, на кадрах мама того самого медвежонка. Сигнал мы получили, сразу поехали туда, нас отвезли, и мы посмотрели в эту ограду, за оградой, и там увидели следы трех медведей. Медведица с двумя детенышами. Одна, наверное, сигалетка, вторая годовалая, и медведица сама. Ну, поскольку я не понял, сначала, как говорят, внутри колючей проволоки, там, думал, не зайдут, оказывается, она заходила. И там клок шерсти остался, вот туда, куда она заходила, и откуда она выходила, вот рядом. Просто, наверное, порвала себе что-нибудь, наверное, вышла. Жителям Мирного сотрудники охраны природы рекомендуют быть внимательными. Ни в коем случае не кормить диких животных. На Ленской нефтебазе ждут первые танкеры новой навигации. Коллектив завершает подготовку к приему горючего. Берег предстоит очистить, а завалов льда только тогда возможно установить перекачивающие насосы. Ленская нефтебаза – основная в структуре общества Саха-Нефтегазбыт и по объему резервуарного парка, и по количеству складских операций, и по реализации. Поэтому в период подготовки к навигации ей уделяется особое внимание. В ходе подготовки проведены мероприятия по испытанию шлангующих устройств, технологических трубопроводов, проверке запорной арматуры, дыхательной арматуры. Сейчас у нас остался небольшой объем работ по подготовке непосредственно самих причалов. Это тратеральные работы, ну и непосредственно, как говорится, испытания насосных агрегатов на перекачивающих насносных станциях. С начала мая вступить в паритетную программу негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень» стало проще. Соответствующая опция появилась у терминалов самообслуживания «Алроса». Таким образом, у работников «Алмазной компании» сегодня три варианта вступления в программу. Подробности в сюжете Марии Урцевой. Рустаму Ефремову до выхода на пенсию еще не один десяток лет, но мужчина уже сегодня задумывается о ее размере и о возможности дополнительных накоплений. Поэтому, когда узнал от специалистов «Алмазной осени» о паритетной корпоративной пенсионной программе, решил вступить в нее. От специалистов «Алмазной осени» я узнал, что есть несколько вариантов подать заявку. Ну, так как у нас у меня нет времени дойти до дела кадров, я узнал, что есть в терминале новая опция, что есть возможность подать заявку автоматически, заочную. Чем я воспользовался, и, на мой взгляд, это очень просто и удобно. В рамках расширения опции терминалов самообслуживания реализована возможность подачи заявлений работникам компании на вступление в негосударственную корпоративную пенсионную программу. Данная опция позволяет работникам дистанционно вступить в программу, не обращаясь в отдел кадров, что приводит к сокращению времени и, соответственно, упрощает данный процесс. Вступить в программу очень просто. Для этого необходимо после авторизации в программе выбрать услугу, подать заявление, нажать на соответствующую кнопку, и данная заявка будет сформирована. После этого заявка попадает в обработку и, соответственно, готовятся все необходимые документы. После чего работнику с работником созванивается, приглашают на подписание договора, и все, человек вступил в паритетную программу. Паритетная программа формирования пенсионных накоплений действует с 2017 года. Ее суть в том, что финансирование корпоративной пенсии компания делает совместно с работником в равных долях. К добровольным взносам работников в пользу своей будущей. Именно лучших рационализаторов Алроса назвали в Айхале. Там прошел конкурс, рад с предложений среди работников промышленных площадок Айхальского ГОКа. На конкурс подали заявки 25 человек, однако только 10 смогли презентовать свои идеи. Работники предложили самые разные разработки, например, как модернизировать различные механизмы или как систематизировать выдачу средств индивидуальной защиты. Были и экологические проекты. Один из них – новый способ временного хранения металлической стружки. Многие разработки уже применяются на производстве и позволяют значительно экономить финансы предприятия. Оценивали работы конкурсантов 10 членов жюри. Это специалисты отдела охраны труда, механики, обогатители и другие представители Айхальского комбината. Лучшими рационализаторами в этом году признаны работники автобазы технологического транспорта номер один. Они предложили применять изношенные шины для создания противоаварийных заграждений на территории карьера «Юбилейный». В числе призеров – работники управления комбината, промоэнергоцеха, рудника Айхал, ремонтного цеха и карьера «Юбилейный». Остальные участники отмечены поощрительными премиями. Вопросы, которые они рассмотрели в своих рациональских предложениях касаемо модернизации существующих узлов, механизмов, где есть недостатки, модернизации этих узлов. Но что обращает на себя внимание, большее распредложение сейчас уже поступает по вопросам экологии, охраны труда. Яркий пример тому, сегодня мы конкурс рассмотрели распредложений, на которые мы допустили 10 участников, 10 предложений, на котором уже практически половина вопросов не связанных с модернизацией каких-либо узлов, а вопросы охраны труда, вопросы экологии, утилизации отходов. Ищут новое жилье и готовятся к переезду. Несколько молодых семей Ленского района получили жилищные субсидии. Сертификаты на единовременную выплату им выдали по программе поддержки, которая действует с 2011 года. Семьям, претендующим на эту выплату, приходится ждать не один год, но и результат того стоит, считают молодые пары. Подробности у Оли Севасевой. В этом зале искренне рады друг за другом. После долгого ожидания семьи получают свидетельство на социальную выплату. Эти деньги пойдут на улучшение жилищных условий. В этом году единовременную выплату получат 40 молодых семей. Некоторые простояли в специальной очереди много лет. Если честно, мы даже не ожидали. Мы простояли 6 лет. Уже и не надеялись, уже хотели сами своими силами покупать. Но тут позвонили, сказали, что мы получаем, чтобы пришли, чтобы торжественно получать. До последнего дня не верили. Вот сейчас получили. Теперь уже уверены. Сейчас уже подыскиваем жилье. Надеюсь, что уже переедем летом. Программа поддержки молодых семей в Ленском районе работает с 2011 года. Денежную выплату получают семьи, не имеющие жилья. При этом возраст родителя не должен превышать 35 лет. Сумма зависит от количества членов семьи. На каждого человека на сегодняшний момент приблизительно приходится около 300 тысяч. То есть семья из трех человек получает 934 из 4 миллиона 200. С каждым годом, если меняется стоимость одного квадратного метра, значит, эта сумма будет увеличиться. Последних два года у нас стоимость квадратного метра по республике принята для нашего района 49 900 рублей. Приоритет многодетным. В прошлом году из 28 семей, получившим субсидию, у 12 статус многодетной. В этом году таких меньше. Поэтому очередь дошла и до семей с двумя детьми. Причем семья не обязательно должна быть полной. Финансирование программы идет из трех бюджетов. Федерального – это 15 миллионов, республиканского – это еще почти полтора миллиона, и муниципального. Ленский район в этом году предусмотрел на программу 20 миллионов рублей. Это лидирующая позиция среди остальных районов республики и больше счастливых семей. Подарок, честно сказать, бесценный. Для семей такая поддержка очень ценна. Семьи не войдут в огромные долги перед банками. Очень рады, очень счастливы. Муж, к сожалению, на охоте. На 21 числа у него день рождения, так что будет ему подарок. Не каждому мужу дарят подарок в миллион двести тысяч. Те, кто уже получил субсидии, готовы окунуться в приятные хлопоты по поиску подходящего жилья. И здесь нужно поторопиться. Применить документ необходимо до конца текущего года. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Уникальное шоу, в котором каждый участник – яркая звезда. В блистательном созвездии «Подснежник» увидели удачницы. В репертуаре детского эстрадного коллектива прозвучали песни известных композиторов и местного рок-музыканта Владимира Мясникова. Ирина Балкова с подробностями. «Раскрасить мир яркими цветами музыки и дружбы, уверенной идти к своей мечте. И только тогда ты станешь счастливым человеком. А талант и счастье неразделимы». Об этом говорили подснежники в своих музыкальных композициях. На сцене дети у четырех лет и старше. Не остались в стороне и выпускники студии. Спустя 20 лет на главной сцене города вновь прозвучала первая песня в исполнении группы «Вариант Русалочка». Это был как взрыв из прошлого, признаются сами участники. А вот те, которые делают только первые шаги на сцене, от всей души уже полюбили песню. «Когда я была маленькая, я любила петь. Я обожаю петь до сих пор. А потом, когда меня мама отлила в музыкалку, мне там вообще не понравилось. И потом мама сказала, пошли в КСК. Я с мамой согласилась, мы пошли в КСК. И там мы увидели Елену Владимировну. Я начала заниматься, ходить, петь. У меня все получалось. И потом Елена Владимировна сказала, а давай ты станешь ведущей. Я сказала, да, я же мечтаю. И вот это мой день». Впервые на сцене прозвучала композиция Владимира Мясникова «Эхо скалистых гор» в исполнении Алины Сушковой и первого состава группы «Вариант». Праздник песни и музыки удался на славу. «Очень замечательный концерт. Как всегда, Елена Владимировна, можно ее, деток, слушать и слушать без окончания. Жалко, что так быстро все закончилось, но прелестные детки, прелестные самые маленькие малыши, чударики. Это просто слезы с глаз. Так что все было замечательно. Очень рады будем еще перейти на такие концерты. Перейдил под Снежников большие планы пополнить репертуар новыми композициями и, может быть, начать самим писать песни для своего коллектива. Ведь совместное творчество – это залог успеха и уверенного движения вперед». Ирина Балкова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Около 200 ребят посетили мастер-классы от именитых борцов. 22 мая в «Алмазной столице» завершился фестиваль настроения. Своими знаниями и опытом с мирницами поделились Магомед Курбан-Алиев, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион России, Валерия Лозинская, победительница первых европейских игр, неоднократный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка России и Александр Богомоев, победитель первых европейских игр, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион России. Они провели 8 мастер-классов, 2 открытых урока, турнир и множество автограф-сессий. Фестиваль настроения продолжится в Якутске 25 и 26 мая. По словам организаторов, следующий праздник спорта в Мирном пройдет этой осенью по спортивным направлениям баскетбол, боевые искусства и акробатический рок-н-ролл. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.